Это летучая тарелка! Да сама ты тарелка! Не летучая, а летающая! В этом году барнаульцы на новогодних праздниках смогут полететь в космос, пожить в картонном городе и попасть к Золушке на бал. В театре города подготовили красочные постановки. Так в Краевом театре драмы можно будет всей семьей посмотреть космический Новый год. И светом на земле, на самой душе. По сюжету брат и сестра сделают ракету и полетят на ней в космос в гости папе-космонавту. А по дороге их будет ждать много историй и поучительных выводов. Главные из которых – мечты в новогоднюю ночь неизменно должны сбываться. Помимо этого в декабре в драме можно увидеть и два спектакля для взрослых, тоже на космическую тематику. Один из них вышел с возрастным ограничением 50+. А в музыкальном театре в новогодние каникулы снова будут зажигательные, но при этом светлые, сказочные и добрые песни и танцы. Зрителя переместят в мир, сотканный из картона. К слову, из него сделаны все декорации к спектаклю. Поэтому полное погружение обеспечено. Шляпных дел решил отскоке изготовить вот такой картонный городок прямо на полянке из шляпных коробок. И, проходя мимо этого городка, разбойник Крага решил навести там свои порядки. Финал истории режиссер мюзикла Константин Яковлев оставил в тайне, но сказал, что и дети, и взрослые почерпнут из нее много поучительного, а также захотят заняться рукоделием. Кстати, либретто для героя в площади картонных часов писал музыкант из Перми. Писать мюзиклы – это тяжелый труд, потому что в мюзиклах всегда очень много персонажей. И драматург отвечает за каждого персонажа. Если актер только одну свою линию прослеживает, то драматург должен не упустить в либретто ни одну линию, ни одного героя, чтобы у каждого героя была какая-то судьба. Побывать в картонном городе можно все каникулы. Помимо этого, в музыкальном театре поставили мюзикл только для взрослых. С Новым годом, папа! Его покажут впервые 25 числа, а последний показ состоится 7 января. Ну и, конечно, остается молодежный театр. Первый показ всем известной сказки «Золушка» уже прошел. Ее сделали по классическому сценарию с знакомыми героями, сказочной атмосферой и костюмами. Взрослые смогут погрузиться в детство и вновь посмотреть на красивую историю любви, а дети увидеть, как добро побеждает зло. Полина Жданова, Николай Шелко, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова